Всем привет! Как видите, я не на своей кухне, мы с ребенком гостим у бабушки с дедушкой. И я тут порылась в холодильнике, нашла разную рыбу и свежемороженую, и слабо-соленого холодного копчения. Думаю, дай-ка, сделаю риет. Кто не знает, риет это своего рода паштет, только с более грубой текстурой. Если паштет мы перебиваем через мясорубку или в блендере, то с риетом обстоит дело все абсолютно по-другому. Рыба или разбирается мелко на волокна, или же режется. Кстати, риет, поданный на гренках или в тарталетках, в качестве холодной закуски отлично подходит для перекуса или же шведского стола. Для приготовления риета нам понадобится 300 грамм свежей рыбы, это семга, вы можете брать абсолютно любую рыбу, какая у вас есть в продаже, какая вам по карману. Грамм 150-200 грамм слабо-соленой рыбы холодного копчения, это форель, но опять же берите любую другую рыбу. 2 столовые ложки мукаберсов, их можно заменить солеными огурчиками, тоже будет неплохо. 3 столовые ложки сливочного масла комнатной температуры, 3 столовые ложки оливкового масла или любого другого растительного, кучок зелёного лука, перец и соль. Первым делом мы сварим рыбу. Кладём лавровый лист, немножко соли и рыбу. Включаем огонь и варим. Пока рыба варится, мы займёмся нарезкой остальных ингредиентов. Нарезаем мелко лук. Также мелко нарезаем каперсы и рыбу холодного копчения. Распортаж, кислорода. Распортаж, кухонныеieves. Распортаж, куриные гранаты. Гриба сварилась, ее необходимо остудить, убрать все косточки, удалить кожу и разобрать на небольшие кусочки вилкой. Продолжение следует... Берем сливочное масло, разминаем его вилкой, затем добавляем оливковое масло и хорошо все перемешиваем. Отправляем сливочно-растительную смесь масел к остальным ингредиентам, все хорошо перемешиваем. Добавляем перец. Еще раз перемешиваем. На этом этапе лучше всего попробовать риет, чтобы понять хватает ли соли. Да, соли предостаточно уже в рыбе и в каперсах, и поэтому еще добавлять соли от себя я не буду. Подавать риет я буду в тарталетках. Для этого я их смажу сначала растительным маслом. Раскладываем риет по тарталеткам. Раскладываем риет по тарталеткам. Раскладываем риет по тарталеткам. Раскладываем риет на сервировочной доске. Подаем риет на сервировочной доске. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями. Ставьте свои оценки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Каплина Елена. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok